Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную простую шапочку-чулок. Сейчас очень сильно популярна такая данная моделька. Носить ее можно как с отворотиком назад, макушечку, как шапочку Бинни отворачивать на затылочную часть, либо же носить с отворотиком наверх, тогда шапочка получается более теплее, благодаря нашему отвороту, и можно носить ее как обычную мужскую шапочку. Вот, под данную шапочку в наборчик я связала снуд. Есть уже снуд на моем канале. На основе детского снуда я набирала такое же количество петелечек. Вот, единственное, что вязала спицами номер 4, для того, чтобы было более пышное, скажем, вязание и побольше получился размерчик. Сегодня мы свяжем с вами шапочку, ссылочку на снудики я оставлю ниже под этим видео. И, единственное, что хочу сказать, на весь наборчик ушло 2 моточка. Я рекомендую вам для начала связать шапочку, для того, чтобы вы посмотрели, сколько у вас ниточек уйдет на шапочку, а затем все остальные ниточки просто продолжаете вязать снуд и присоединяете второй моточек. Кому понравилось, лайкайте и приступаем к вязанию. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать пряжу Мадам Трикоте, серия называется Мериногол. Есть в 100 граммах 400 метров. Более подробно о данной пряже можете посмотреть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Для того, чтобы было изделие более плотным, я буду вязать ниточкой в два сложения. Первую ниточку я возьму, когда снимете этикеточку, с начала моточка. Вторую ниточку я достану из центра. Просовываем хорошо пальчики и достаем второй край шикмоточка с внутренней стороны. Вязать мы будем спицами номер 3,5. Для удобства можете использовать как чулочные, так и круговые на коротеньком тросике. В зависимости от того, чем вам удобнее вязать. Также нам понадобятся ножнички, сантиметр и, возможно, понадобится крючок или иголочка для того, чтобы спрятать хвостик и ниточки. Также возьмите один маркель либо булавочку для того, чтобы отметить начало ряда. Складываем ниточку вместе и начинаем делать набор петель. Нам нужно набрать число, кратное четырем. Я буду набирать 100 петель. Начальные две петли я набираю на одну спицу, для того, чтобы они не были растянутые. Далее приставляю вторую и набираю еще 98 петелек. Также нам нужно набрать одну лишнюю петлю, которая не входит у нас в счет общего числа петелек, для того, чтобы замкнуть вязание круг и вязать в дальнейшем при сомкнутом красивом соединенном круге. После того, как набрали все петельки, теперь берем в руки спицы правую руку, там, где у нас набраны последние петельки, и в левую руку, там, где набраны начальные две петельки. Обратите внимание, чтобы у вас не перекрученной наборочной косичкой легли первые петельки. И обязательно обратите внимание, чтобы у вас на внутреннюю сторону пошли вот такие зубчики наборочного края. Теперь начинаем замыкать вязание в круг. Смотрите, нам вот эту последнюю лишнюю набранную петлю нужно сократить и перебросить между первой и второй набранной петлей. Для этого первую петлю переносим к последней. Вот так хорошо подтяните петельки друг к дружке. Затем вот эту лишнюю петлю накидываем на первую набранную петлю и первую набранную петлю возвращаем ко второй. При этом спускаем полностью с работы вот эту лишнюю петельку. Вот она у нас сейчас в растянутом виде. Ее не должно быть в работе, поэтому берем ее, затягиваем вверх краешек, тянем коротенькой наборочной ниточки, а от себя тянем рабочую нить от матка. И у нас, смотрите, у нас получилось нужное нам количество набранной петель по кругу, которая предназначалась нам для изначального, скажем, расчета. И вот эта лишняя петля у нас получилась между первой и второй набранной петелькой. Вот она у нас, она спустилась в связание. И теперь начинаем вязать просто первый ряд. Я также рекомендую вам отметить начало-конец ряда маркером либо буловочкой, просто для того, чтобы вы ориентировались, где у вас начало и конец ряда. В дальнейшем при вывязывании, скажем так, высоты вам это не понадобится, но понадобится для того, чтобы равномерно связать все стороны и красиво закрыть макушку. Отметили булавочкой либо маркером. И дальше берем вот этот хвостик, который мы тянули в разные стороны, и отправляем к рабочей ниточке. Первые несколько петелек мы свяжем вместе двумя ниточками, чтобы в дальнейшем вам не пришлось прятать краешек. И теперь начинаем формировать резиночку 2х2. Вяжем две первые петли лицевые, далее третья и четвертая петля изнаночные. Пока я вяжу в две нити. Снова две лицевые. Бросаю коротенький хвостик ниточки, он у нас уже завязался в шести петлях, и дальше продолжаю вязать две изнаночные. Вот так формируем до конца ряда резиночку 2х2. Чередуя то две лицевые петли, то две изнаночные. То две лицевые, то две изнаночные. Это и есть 4 петли рапорта узора, которые повторяются всегда в резиночке 2х2. Довязали до маркера две лицевые и две изнаночные. И если ряд у вас закончился двумя изнаночными петлями, значит вы распределили петельки все правильно. И теперь продолжаем вязать второй, третий, четвертый ряд. И все последующие ряды практически все вяжется одинаково. То есть смотрите, у нас сейчас идут две первые лицевые петли, поэтому провязываем над двумя лицевыми за ближайшие стеночки, также две лицевые петли. Будьте сейчас внимательны, если вы вязали, как и я, за две ниточки, то сейчас у вас будет вязаться достаточно туго начальные 6 петель. Теперь две изнаночные. Над двумя изнаночными за дальние стеночки так и вяжем две изнаночные. Лицевые я вяжу за передние стеночки над лицевыми, изнаночные за дальние стеночки над изнаночными. Если будете вязать таким образом, то у вас будет красиво и ровненько ложиться и лицевые, и изнаночные петельки в лицевых и изнаночных внутренних рядах. То есть все вяжем по рисунку, сформированному в первом ряду. Над двумя лицевыми вяжем две лицевые, над двумя изнаночными две изнаночные. Вот так до конца второго ряда и так далее. После того, как я связала высоту шапочки, а это у меня 24 см, я начинаю убавлять петельки для макушки. В первом ряду убавления мы с вами сократим по одной изнаночной петле в каждом рапорте. То есть вместо двух изнаночных промежуточек чередования две лицевые и две изнаночные, у нас в конце ряда должна остаться одна изнаночная и чередование две лицевые, одна изнаночная. Первые у нас идут две лицевые, поэтому я провязываю над двумя лицевыми две лицевые. Далее две изнаночные я поворачиваю дальними стеночками, снимаю непровязанные и возвращаю вот так вот вперед переодетыми. И теперь две изнаночные вяжу вместе одной. далее снова 2 лицевые поворачиваю дальними стеночками и вяжу 1 изнаночные 2 вместе и вот так вот я буду поворачивать для того чтобы красивыми петельками равномерными у нас сложилось вязание и снова две лицевые повернула дальними стеночками 1 изнаночная провязывая за теперь уже ближайшие стеночки вместе снова 2 лицевые 1 изнаночная на двумя можете петли не поворачивать если вам неудобно каждый раз поворачивать то можете этого не делать в общем так продолжаем провязывать этот ряд до конца во втором ряду убавления мы полностью удалим с этого ряда изнаночные петли то есть мы оставим только лишь по 2 лицевые из нашего раппорта узора для этого первую лицевую провязываем над первой лицевой далее следующую лицевую мы поворачиваем дальней стеночкой вперед как бы переснимаем из-за дальней стеночки вяжем вместе с изнаночной одной лицевой петлей далее снова лицевая над лицевой лицевую поворачиваем не провязанной дальней стеночкой вместе с изнаночной вяжем вместе одной лицевой посмотрите у нас убавляется изнаночная петля и остается из рапорта только лишь всего лишь 2 лицевые петли. Первую петлю мы провязываем лицевой над первой лицевой, далее вторую лицевую поворачиваю и провязываю задание стеночки вместе с изнаночной одной лицевой петлей. И вот так продолжаем делать убавления до самого конца ряда. Третий ряд макушки мы просто провяжем лицевыми петельками. Над каждой лицевой петлей провязываем лицевую без каких-либо изменений и убавлений. В четвертом ряду мы сократим петли ровно в 2 раза, провязывая каждые 2 петли попарно вместе одной лицевой. Заводим за вторую петлю и провязываем вторую и первую петлю вместе одной лицевой за передние стеночки. Затем берем третью и четвертую петлю, провязываем вместе, заводя за четвертую петлю вместе с третьей одной лицевой. Далее пятую и шестую, заводя за шестую петлю вместе одной лицевой. Вот так сокращаем наши петельки, провязывая попарно. В пятом ряду я предлагаю вам все петельки провязать просто по рисунку, то есть лицевыми, без изменения. Начиная с первой петли продолжаем вязать все петельки лицевыми. В шестом и седьмом ряду я повторю последние два ряда, то есть четвертый и пятый. В шестом ряду я сейчас сделаю убавление, сократив петли в два раза, провязывая попарно до конца ряда. И седьмой ряд я просто провяжу все петельки лицевые, так как еще у нас достаточно много количества петельчик остается. Поэтому сейчас я в шестом ряду провязываю попарно и в седьмом ряду просто все петельки провяжу лицевыми. Довязали седьмой ряд лицевыми петельками и теперь вот она наша готовая высота шапочки. Я предлагаю вам перед тем, как отрезать ниточку и делать закрытие вот этих оставшихся петелек, померить шапочку на голове, то есть чтобы она хорошо сидела и была достаточной длины. Если же вам коротковато, то соответственно придется вернуться на семь рядочков назад и довязать вот эту длину резиночкой. Либо же если вам длинно, то соответственно делаете то же самое, распускаете эти семь рядочков и распускаете то количество петель, которое нужно вам по сантиметрам. Вот сейчас мы, уже я как бы понимаю, что вот эти 26 сантиметров недостаточно для высоты шапочки, даже без примерки. То я беру, отрезаю ниточку, оставляю небольшой хвостик и вдеваю его в иголочку. А затем поочередно переодеваю петельки на иголочку. Вот так. Первая, вторая, третья, четвертая и так далее. То есть по ходу того, как мы с вами вязали по спирали, так и переодеваем петельки на иголочку. Вот так я сняла с первой спицы и теперь перевернула на другую сторону и переснимаю с другой стороны все петельки. Все, теперь смотрите, нам осталось лишь только эти петельки хорошо стянуть, но стягиваем таким образом, чтобы у нас не было слишком стянутая здесь такая вот импочка. Вот, чтобы ее не было, вот, то стягиваем в меру. Обязательно подтяните и разровняйте. Вот она наша макушечка аккуратненько готова. Сейчас я беру, вытаскиваю на изнаночной стороне вот эту ниточку хвостик и затем зафиксирую с изнаночной стороны и зафиксирую хвостик по часовой стрелке, либо против. Вот здесь вот в нашей макушечке, где стянутые красивые петельки. Здесь ее минимально будет видно. Вот. И остается нам лишь только сделать вторичную тепловую обработку, либо намочить просто макушку, так как у меня достаточно ровные петельки, то в принципе можно и не стирать шапочку. Если же у вас петельки не ровные, то, соответственно, лучше бы постирать. В принципе, на камере, честно говоря, кажется, что петельки разнобойные, но вживую они выглядят гораздо ровнее. Снимаем маркер, фиксируем ниточку и все, наша шапочка готова. Я надеюсь, что у вас получилось, все было понятно и интересно. Конечно же лайкайте. Спасибо, что смотрите мои видео уроки. Не забудьте нажать на колокольчик под видео. Обязательно для того, чтобы приходили новые оповещения о моих видео на канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока.